добрый вечер дорогие друзья вы на канале питомника марии мистик сегодня 26 сентября 2023 года у нас уже вечер я хочу протестировать мою новую камеру canon в той же самой комнате вот с таким же именно освещением как я вчера снимала наши обновочки и можно вместе с вами будет сравнить качество видео при точно таком же освещение такое же вечернее время со старой камерой с новой единственное что хочу сказать у меня муж хотел другую камеру хочет до сих пор поэтому он сказал ты вот эту камеру протестируй если она тебе не понравится он хочет все-таки panasonic на что я ему ответила что я обычно снимаю в авторежиме потому что как он выразился ему нравится больше панасоник потому что там есть какой-то режим съемки какого-то ускоренного количества кадров ребят при съемке вот этих вот при съемке такого количества собак которые постоянно двигаются у меня как вы видите приходится мне перемещаться освещение здесь сразу резко меняется тут работать с какими-то сменой режима вообще ну не знаю как это можно менять тут успеть бы кого-то в кадр поймать кого хотелось бы и вот это видео я сейчас буду делать максимально длинным для проверки камеры в режиме авто насколько эта камера у меня может без скажем ну максимальная длина видео на этой камере в авторежиме вот что я имела ввиду поэтому я выбрала такую тему для этого видео комментарий который требует длительного такого подробного ответа там не ответишь одной фразой поэтому решила ответить на этот комментарий в данном видео и тема такая можно ли рассчитать заранее человек предложил в комментариях сделать опрос в ютубе например или в других соц сетях такого плана что какое количество щенков какого пола какой ценовой категории готовы купить у меня люди в моем питомнике для того чтобы мне контролировать количество рождаемых щенков и не находиться вот в таких проблемах как у нас сейчас происходит более старшие с более младшими дерутся чтобы вот как бы родились щенки все под заказ все под запись и каждый в своей ценовой категории нашел своего владельца опрос я могу конечно провести это не проблема проблема в том что во первых ну вот самый первый момент это то что в нашей стране россия но и вообще наверное в жизни не только не важно наверное в какой стране мы находимся настолько все непредсказуемо что за прогнозировать и просчитать и распланировать работу питомника с живыми вот в животными будь то собачки рыбки птички на какое-то количество времени продолжительное щенки до отъезда в новый дом это значит вязка собак определенной породы два месяца беременность четыре месяца до переезда в новый дом это уже шесть месяцев но еще подождать когда она потечет это практически полгода год вот так скажем рассчитывать что-то ай-яй-яй-яй планировать да что ж такое ты творишь то планировать скажем на полгода вперед в нашей жизни это не серьезно в любом случае может приключиться что угодно в 90-х годах это был дефолт мы были со щенками американского стафаширского терьера их родилось 10 мы успели вот пять щенков уехали в новые семьи когда подросли были привиты а пятеро у нас успешно зависли потому что рухнул вообще рубль люди сели без денег в голодное так скажем состояние но в общем и полная неизвестность то есть какие-то могут быть планы на полгода вперед в питомнике далее работа в питомнике не ведется на покупателя в том плане что там каким-то покупателем определенное количество щенков хочется там длина шорстных или короткошорстных и в какой-то определенной ценовой категории в силу того что в питомнике собачки находятся разного возраста молодые постарше помладше кто-то первый раз рожает кто-то не первый раз но это живые существа в питомнике ведется во-первых селекционный отбор все эти вязки в питомниках они не для того чтобы мы наплодили определенное количество щенков а именно для того чтобы закрепить какие-то лучшие качества в породе в данной собаки для того чтобы улучшить состояние здоровья экстерьера психики наших питомцев данной породе есть такие моменты что например собачка имеет определенный возраст она не рожала ни разу и несмотря на то что у меня большое количество щенков и мне вроде бы и некуда уже больше и не надо уже больше но собачка ни разу не рожала надо сделать вязку для того чтобы она родила хоть раз пока она еще не вступила в тот возраст когда уже поздно ее вязать первый раз чтоб не рисковать здоровыми собаки не скажем так чтоб не пришлось кисарить и рожать через операцию вот таким образом моменты с новыми кобелями вот на себе в этом году опять составили нового кобеля нового кобеля это значит надо какое-то определенное количество девочек и вязок для того чтобы проверить качество потомство от данного кобеля значит нужны мне не нужны мне щенки потекли определенные девочки на которых я хочу проверить определенного кобеля мне надо их иначе кобель будет в пустую жить в моем питомнике, то есть, ну, или будут ненужные мне вязки, незапланированные, которые, ну, скажем, мешают цели моей работы в целом в питомнике. Вот. Дальше. В собаках порода чихуа тут все очень непредсказуемо. Мы не можем знать, сколько щенков родится. Я понятия не имела, что Симона, которая рожает третий раз, родит мне девять щенков. Я понятия не имела, что Ксюша, которая рожает третий раз, родит мне шесть, она, по-моему, или семь родила. Из них не выжил ни один. Я понятия не имела, что у Фимы будет один щеночек. То есть, как я могу запланировать и кому-то предложить записаться в очередь на моих щенков, если у меня нет гарантии даже, скажем, примерно, родится ли какое-то количество щенков, чтобы хватило тем, кто будет ждать. Более того, в пометах, как вы видите, бывают мини, стандарт, щенки разного веса. Многие хотят определенного веса, окраса, типа шерсти, определенной ценовой категории. На сегодняшний день у нас более 40 щенков готовы к переезду в новый дом. Но при этом, смотрите, как много, скажем так, щенков готовы к переезду в новый дом. И вот, казалось бы, иди и покупай. И разная ценовая категория, что называется, от 15 тысяч рублей, пожалуйста. Но у нас постоянно какая-то, ну, вот скажем, а вот серо-бурмалиновый в крапинку есть. Вот, понимаете, покупателю надо не просто тебе, а мне надо, чтобы и взгляд был такой, и чтобы он родился в день моего рождения, или в день умершей моей собачки, или, значит, взгляд у него не тот, или характер не тот, или цвет устраивает, вес не устраивает. Вот остается завести только серо-бурмалиновых в крапинку с хоботом, и не знаю там, фух, не знаю еще каких, чтобы вот угодить прям всем покупателям, которые звонят и желают приобрести щенка. Если устраивает цвет, не устраивает пол, а мне я хочу вот такого цвета, ну, хочу у кобеля, а не суку, и так далее, и того прочего. Поэтому, даже если я сделаю какой-то подобный опрос, угодить всем и дать надежду на то, что, а вы подождите, у нас такой родится, я не могу, потому что в первую очередь я сама не знаю, кто родится, сколько выживет, какие они будут, какого они будут окраса, какого они будут типа шерсти, какого они будут пола, какого они будут размера. И опять-таки, вот про ценовые категории я еще раз повторяю, цена щенка зависит от качества его эштерьера. Почему, говорю, берите подрощенных щенков? Мы называем, озвучиваем стоимость, выставляя щенка на продажу, именно в маленьком возрасте. Глядя, конечно, внешне на его качество экстерьера, все ли там соответствует, какие есть перспективы, устанавливаем цену. Но по мере роста и взросления щенки формируются и разрастаются по-разному. Неоднократно говорила на тему миников в этой породе. Вот именно такая ситуация. Рос крепеньким таким щеночком, хотелось оставить для разведения. Все вроде бы по весу подходило, и крепенький костячочек, и вроде вес хороший, на который все время люди почему-то опираются при выборе собаки чихуа. Вес в каком-то определенном возрасте, они считают, что они прямо узнают, какого веса он будет во взрослом возрасте. А и миллион раз уже отвечала, ерунда полнейшая, ничего это не просчитать. И вот даже на этих собачках, на примере этих собачек, могу показать и рассказать, сколько из этих девчонок кремового окраса я хотела оставить себе в малыше, и сколько сейчас идет на продажу. Уж даже Зиночка, которая была такой пушистой малышечкой, крепышечкой, сейчас такой не выглядит, не подходит она мне под разведение. Сколько раз говорила, приводила в примеры. Растет щенок до трех месяцев, да, обещает быть стандартненьким, крепеньким, костичненьким. Далее буха перестает расти, остается миником. После смены зубов может выйти так, что где-то зубик не туда вырос. Пошел вот там, пять зубов стоит ровненько, шестой полез не туда, вырос вперед. И, скажем так, цена собачки уже будет понижена. Поэтому имеет смысл покупать подрощенную собаку, когда вы уже точно все видите своими глазами. Собака не изменится, она вот такого веса, вот такого окраса, вот такого типа шерсти, вот такого пола и определенного характера. У них меняется по мере роста и взросления. Очень часто это все связано с гормональным фоном. Поэтому, когда мы говорим о кастрации собак чихуа в нашем питомнике, мы имеем в виду именно то, что если вы хотите, чтобы ваша собака оставалась здоровой и прожила с вами максимально долго, лучше убрать лишние гормональные всплески, которые могут привести не только к онкологическим заболеваниям, но и к смене характера. Ребят, кобелек, который хочет девочку, он будет раздраженный, он может икусить и вас, и вашего ребенка. Он в любом случае, в первую очередь, будет страдать сам. Девочка в момент течки может себя проявить точно таким же образом. Во-первых, начнет метить. Я уже говорила об этом, что все почему-то, как только речь заходит о кобеле, все говорят, ой, кобели метят. Почему никто не думает, что девочки метят? Девочки метят еще хуже. Если мальчик именно метит территорию, то девочка просто наглым образом делает лужу, причем на вашей кровати. Вот перед течкой это начинается, причем откровенно, так скажем, столько воды в ней вроде как и не должно было быть. Поэтому нет никаких таких, знаете, прогнозов, просчетов, чтобы вот прямо... Единственное, что можно создать такую очередь из желающих купить в нашем питомнике щенка и держать эту очередь по 8 лет, потому что повяжу я 2-3 собачки, чтобы не было перенаселения в питомнике. Из них одна не забеременеет, другая родит, но все щенки погибнут, у третьей родится один щенок. Первые, кто стоял в очереди, его купят. Остальные будут ждать еще как минимум год, чтобы у меня кто-то потек, кто-то забеременел, кто-то родился, подрос и переехал в новый дом. Такие очереди будут тогда лет по 10 в ожидании одного-единственного щеночка. Навряд ли кто-то согласится так длительно ждать своего питомца. Все хотят сейчас, с ее минуты, к дню рождения дочки или к своему дню рождения. Поэтому в нашем питомнике есть щенки постарше и помладше, и это здорово, потому что, на мой взгляд, вот на сегодняшний день на любой вкус и цвет, любого возраста, любого, ну вот, максимально по красам выбор, по типу шерсти, и по весу, и по размеру, и по полу, и девочки, и мальчики, и ценовая категория, повторяю, 15 тысяч, и щенки сидят. Потому что тот, который подходит по цене, не подходит по типу шерсти, тот, который подходит по типу шерсти, не подходит по полу, и так далее, и того прочего. Не знаю, ребят, как тут вот с этой ситуацией быть. Видите, у нас вот люди вот такие замечательные, что даже 43 щенка не могут найти вот так вот ежесекундно своего покупателя, в силу того, что люди у нас, вот повторяю, такие уникальные. Им вот осталось только серо-бурмалиново в крапинку. Вот, смотрите, уже 14 минут снимаю, пока мне тут ничего не прервалось, не остановилась камера. Давайте, по-моему, я уже подробно, не подробного ответила на вопрос, на тему записи на щенков и исследования рынка, для того, чтобы щенки сразу вот родились и нашли своих покупателей. Например, у нас, кто у нас? Бэшки, помет из семи щенков, разъехался, не успели привить, и карантин прошел. Аашки сидят до сих пор половина. А ценовая категория примерно одна и та же, качество щенков и уровень один и тот же, родители примерно одни и те же. Ну, в общем, о чем тут говорить. Давайте посмотрим на мой аквариум, он меня немножко удивил. Вот, вчера снимала, кстати, камерой Panasonic, он очень желтил. Давайте попробуем на Canon, что будет. Но немножко желтит тоже, он не настолько, как в кадре, я вижу на экране, но все-таки менее желтит, чем желтил с Panasonic. Грунт у меня белоснежный, повторяю, вчера его вскипятило. Вода белоснежная, потому что только залили. И прозрачная, что меня очень удивляет, так как я вчера добавляла живые бактерии. Раньше я пользовалась бактериями Сера, но сейчас вот мне порекомендовали другие бактерии. Я их вчера запустила даже в большем количестве, чем это нужно было. Несмотря на это, вода не стала молочно-мутного цвета, как обычно происходит, когда растет уровень бактерий в аквариуме. Обычно она становится молочного цвета, непрозрачная. Здесь такого не произошло. То ли бактерии не заработали, то ли какая-то другая причина. Сегодня ничего делать не буду, завтра проверю на нитриты. Сделаю тесты, добавлю еще литров 6 свежей воды. Сегодня мне дочка обещала зайти купить мне анубисы. Тут будут аквариум в стиле псевдоморья с циклидами. Соответственно, здесь будут анубисы разных сортов. Пока здесь живут улитки ампулярии малышня, которых я подкармливала таблеточками тетрамин. И сегодня предложила им кабачок, на который пока они не среагировали. То ли они еще не понимают, то ли они маленькие, но специально поставила кабачок рядом с ампуляшками, пока никто не среагировал на кабачок. Посмотрим. На ночь я его уберу, чтобы он мне воду не портил. Если к вечеру они не проявят никакого интереса, просто добавлю ей опять таблетку тетрамина, которую они едят. Замечательно они на него реагируют. Ампулярии это тот вид улиток, которых надо кормить. И кормить хорошо. Тогда они вырастают огромные, красивые, с красивой раковиной. Слушайте, мне на Кэнон больше нравится. Не желтит, как фанасоник вчера. 17 минут 30 секунд снимаю, пока ничего не прервалось. Меня это радует. Посмотрим. Дальше, может быть, только у меня... Я тестирую сейчас камеру на длительность непрерывной съемки. Например, в режиме 4К. Например, значит, GoPro всего лишь разрешала 8 минут непрерывной съемки. дальше прерывалась запись. То есть, дробил сам, сама камера дробила видео на несколько кусков, которые надо было сшивать. Я повторяю, вот уже практически 10 лет снимаю для YouTube видео на канал нашего питомника и не, скажем так, даже не планирую никакую программу включать для монтажа видео. Сшивание видео, обработки видео. У нас, можно сказать, режим онлайн. Вот все, что происходит, то я вам снимаю. Это не постановочные кадры, это непредсказуемое, поэтому я не могу никакие наладить тут, как муж мне предлагает. Ой, вот там есть такая функция, давай-ка сделаем на ускоренную съемку и у тебя будет качество выше. Да было бы здорово, конечно, если бы я сшивала и монтировала свои видео.